Я хочу сказать, что Лазак бывало уезжал из Новсевской до на 10 дней. Иногда он говорил, что я еду на 10 дней, уезжал в Осетию, к себе в горы. И эти 10 дней превращались в 20 дней, в 30 дней, потому что было хорошо так. Он оставался надолго. И сейчас вот тот критический срок, когда я понимаю, что прошло 40 дней, а он не возвращается. И вот настало время вернуться, а вот не возвращается. Не получается. Видимо, он все-таки остался с нами, поэтому он и не уехал никуда, он с нами. И тем не менее, мы будем всегда ждать. И я в последнее время с удовольствием вижу, что в мастерской Лазаря постоянно стал гореть свет. Потому что почта там стал бывать. И я вижу опять светящиеся окна веранды, на которой Лазар любил сидеть с друзьями. И там опять свет. Я инстинктивно ищу затылок Андрея Зелезовцева, который постоянно там присутствовал. Но сейчас будут другие затылки. Но это те затылки, которые точно, наверняка, были бы с удовольствием приняты за столом у отца Костяного. То есть у Лазаря. И мне очень приятно, что происходит вот такая приемственность. То есть мы все можем на это только рассчитывать в своей жизни. Что наше место займут наши дети. Вот у Лазаря это произошло и происходит. Мне легче от этого. От того, что я вижу, что вот это наше соседство, оно продолжается уже в неком ином измерении. А сейчас я хочу сказать о том, чтобы время прошло. И постепенно многие вещи забываются. И многие наши слова тоже будут уходить в прошлое. Я хочу, чтобы никто никогда не забывал, что мастерская Лазаря полна абсолютно великолепных, потрясающих работ. Я не буду давать им характеристику, что это по существу своему огромный, замечательный, фантастический музей. Который сам по себе огромное достояние. Достояние и наше, и достояние, как мне кажется, и Осетии в том числе. Потому что, ну кто еще может на таком уровне высочайшим представлять эту замечательную страну здесь, в России? Я думаю, что никто. И вот если хоть какая-то возможность есть, не забывать это. Помогать, помогать публиковать, помогать выставлять. А может быть, и руководство Осетии подумайте о том, чтобы помочь создать семье Лазаря там музей. Вот это был бы огромный шаг. Потому что, поверьте мне, что содержать такую мастерскую, это довольно тяжкое время. Если бы кто-то хотя бы подумал о том, что это стоит того, это стоит много... Это стоит многого. Вот. Вот за это я хотел... За это я хотел сказать, да. И просто я считаю, что это наш дом всех. Нас и вас, и те, кто искренне относится к Лазарю. Создать те условия, в которых эти работы обрели новую, более какую-то, ну, публичную, может быть, жизнь. Потому что все знают, что это прекрасно. Но надо, чтобы люди видели. Надо, чтобы люди туда приходили. Если это не противоречит, если все надо. Вот. Вот. И просто это я вам хочу сказать, что это был бы один из лучших музеев в Москве. На фоне особенно того, но ему не будет никого сражать. Вот. Но это я считаю, что иду к Осетии. Вот я, извините, я не пытаюсь учить, но я думаю, что это во славу было бы вашему народу. Ну, Лазар все сделал, понимаете. Сделайте что-то для себя. Он для вас сделал. АПЛОДИСМЕНТЫ